Есть известный анекдот, когда специалист уточняет у пришедшего на приём, страдаете ли вы от симптомов, а в ответ слышит, что вы, я им наслаждаюсь. А ты хочешь заболеть? А ты вот не хочешь. Здесь фольклор довольно точен, если полагать наслаждение по ту сторону принципа реальности и удовольствия. Мы сейчас увидим, почему для субъекта бессознательного симптом столь противоречив и столь существенный. Говоря, темологический симптом знаменует падение или же совпадение неожиданное явление, в том числе это может быть и проявление болезни. В узком медицинском смысле симптом – это знак органического или функционального нарушения. Но даже в медицинском дискурсе очевиден ускользающий и мерцающий характер симптома. Один и тот же признак может относиться к огромному спектру болезней. Возможны симптоматичные патолы, возможны такие специфические, которые несны даже подливому опытному диагносту. Наконец, симптомы во врачебных определениях может никак не совпадать с жалобами и перцепциями пациента. Слушай, а ты, по-моему, не болен? Нет, болен? Нет. Я тебе говорю болен. Итого, болезнь не равно симптомам. Ведь врачи должны лечить пациентов. О, чё? Нет, врачи должны лечить болезнь. Если пойти по пути психиатрии, то система классификации типа ДСМ и МКБ неизменно склоняется к характеристике субъекта через его симптомы. То есть, если вам присуще какое-то поведение, вы классифицируетесь так-то. Ну и поздравляем вас, вы аутист, паранойя, сузоид и так далее. Пройдитесь за таблетками. Медикаменты и процедуры. Смогут ли они преломить ход жизни и завербовать под знамена культуры? Ну хорошо, а что прикажете делать, если у меня на 12 участках работают 10 врачей? Психоаналитическая перспектива, напротив, симптом характеризуется через субъект. Вы можете вести себя по-разному и как угодно заполнять опросники. Но всё дело в том, кто вы. В психоанализе понятие симптома много шире, чем недомогание организма. Симптом – то падение, что характеризует субъекта особо примечательно. В круг симптомов могут включаться и фобии, и навязчивые действия, и автодеструктивные жесты, и даже цепь схожих жизненных неудач. Во времена молодости Фрейда в конце 19 века Священники всё ещё гоняли бесов, а большинство медиков было склонно принимать симптомы истерической конверсии за ложь, симуляцию и провокацию. Для Фрейда ключевым опытом стала стажировка в Париже в лечебнице Сальпетриер под руководством Жанна Мартена Шарко. Там он и видел истерический симптом лицом к лицу и удостоверился, что страдания пациента, несмотря на элемент театральности, вполне искренне и глубоке. Слово «симптом» обрело в 1892 году радикально новый смысл с момента, когда невролог смог предположить, что странное на первый взгляд поведение на самом деле является понтомимой бессознательного желания и выражением «вытеснена». Симптом вначале понимался как восстановление травматичного впечатления или события травмы в памяти. А ведь когда-нибудь эта война закончится! Функциональный же симптом — непрямой продукт исполнения неосознаваемого желания и одна из форм возвращения вытесненного. С этой точки зрения желание выражается в нём, но в искажённой форме. В таком измерении симптом является возвращением долгое время вытесняемого удовлетворения и компромиссным образованием в том смысле, что вытеснение также влияет на него. На компромиссном образовании в структурном контексте симптома между бессознательным и сознанием настаивали постфрейдисты. В 1958 году Лакан начал с заявления, что симптом действует в смысле желания признанных, но это желание остаётся исключённым, вытесненным. Приветствую вас, друзья! Интересуясь реальным в его сингулярных отношениях, символическим и воображаемым, Лакан отмечал, что симптом является лишь знаком органической дисфункции, так же, как симптом обыкновенно используется доктором и в медицинском знании. Он возникает из реального, он и есть реальный. Уточняя свою мысль, он объяснял в шестом семинаре, что симптом – это воздействие символического в реальном. Симптом можно сравнить с автоматическим репостом на стене, в котором субъект не узнаёт свою же запись, вернувшаяся сквозь виток фидов. В 1975 году Лакан добавил к пониманию симптома, как записи, экритюры, на основе буквенных комбинаций, литераль, которая может податься при расшифровке, наслаждение, чей несократимый остаток позволяет субъекту жить. Симптом в позднем изложении Лакана – это то, что наиболее реально в людях. Симптом мало связан с воображением, поскольку он не является правдой, имеющей смысл. Он чистая природа человеческой реальности. Действительно, ведь наслаждение, говорит Лакан, запрещено тому, кто говорит как говорящий. Поэтому лечение ни в коем случае не может состоять в искоренении симптома как производного структуры субъекта. Симптом может быть понят лишь в контексте личной истории, образа жизни, знаний и ощущений самого анализанта. Способ формирования симптома имеет языковой механизм – это символизация. Зачастую творческие люди, писатели, музыканты, шоумены при обращении к психоаналитику обеспокоены вопросом. Дойдя до первичной песчинки под слоем перламутра, как в жемчужине, не будет ли утрачена креативная патентность? Может казаться катастрофическим то, что стихийная интерпретация, в особенности верная и в особенности в моменты кризиса в анализе, повлечёт отрезвление и радикальный разрыв, например, объектам любви или даже с избранной профессией. В эго-психологии ответ формулируется предельно ясно. Симптом – это то, что мешает творить, но никак не сама креативность. Невроз – то, что мешает дарованию раскрыться в полной мере. Избавление от необходимости подчинять творческую спонтанность диктату симптомам как раз и даёт новый источник сил, новую основу самоуважения и обогащает художественный стиль. Лакан, со своей стороны, предлагает сложную, но весьма изящную теоретизацию. Это так называемые рипотезы узлов. Кольца Барамеева узла были предложены Лаканом для демонстрации доктрины реального, символического и воображаемого. Некоторые симптомы обладают, как, например, у Джеймса Джойса, функции протеза. Если воображаемо отделяется от скрещения символического и реального, возможно скрепить два последних, чтобы избежать сосказывания четвёртым кольцом. Для автора Улиса портрета художника Ипомина Кофингана его писательская деятельность стала поддержкой, в каком-то смысле, заменителем эго. Чтобы разрешить эту ситуацию в теории, Лакан ввёл для обозначения четвёртого кольца в Барамеевом узле, и без некоторых противоречий, термин «симптом». Дословно, это старинное название «симптом». Симптом, как следует из одноимённого семинара 1975-1976 года, соотносится с Эдиповым комплексом через концепт имени ЦА. Однако, как подчёркивает Лакан в лекциях и беседах того же 1975 года, даже если мы вправе ожидать, что психоаналитическое лечение заставит повседневные симптомы исчезнуть, то из этого не следует, что обязательно нужно упразднять четвёртое кольцо. Впрочем, в этом смысле невозможно разъединить и остальные курицы Барамеевого узла. Лакан задаётся вопросом, стоит ли проталкивать анализ слишком далеко, и отвечает в том ключе, что облегчение ежедневного мучительного дискомфорта уже является важнейшей целью. Когда сам анализант решает, что он счастлив жить, этого достаточно. Ну, тут важно заметить, что приемлемость и значение счастья для конкретного субъекта определяет сам анализант. Надеюсь, ты будешь гордиться своей жизнью. А если поймёшь, что нет, надеюсь, у тебя хватит сил начать всё сначала. Симптом — это храбрость, бросить вызов. Но даже если симптом должен пасть, что подразумевается в его этимологии, то всегда остаётся ему скользающий, невербализируемый остаток. Симптом остаётся вне падения, но способен меняться. Так остаётся возможное наслаждение и желание, и субъект обретает пути, как их применять, дословно «притменять» импонирующими ему способами. В письме после прошлого ролика мне задавали вопрос относительно религии. Так вот, симптом неразрывно связан со страданием, и может показаться, что избавление от симптома должно принести ничем не омрачаемое счастье. Но абсолютизируя цели всей жизни человека, как победу над симптомом, мы неминуемо сместились бы от дискурса аналитического, к дискурсу религиозного. Неслучайно пристальное внимание к страданию определяет проповеди большинства мировых религий. Здесь достаточно вспомнить христианское распятие и четыре благородные стены буддизма. Примеров связывания веры и обрядов со святой жизнью и мистическим переживанием счастья жить можно привести много. Однако только лишь субъект вправе решать, во что верить, сколь далеко он может зайти на пути веры. Психоанализ не дает готового образца и не навязывает здесь ничего. А вот что может психоанализ, так это позволит субъекту невольно не усугублять страдания, которые неразрывно связаны с самими смертью и жизнью. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok